Я сейчас напишу слово на доске. Люди, когда вступают в секс без любви, они однозначно испытывают вот это. Они испытывают наслаждение. Запишем это слово и разберём это. Слово состоит из трёх частей. Нас ложь делает. Соффиксы окончания не учитываются. Что такое ложь? Ложь — это тоже древнерусское слово, которое означает ломать жизнь. Вот вам и наслаждение. Человек, который всю жизнь свою стремится получать наслаждение от жизни, ломает свою жизнь. И в это вы прекрасно ощущаете своим воображением. Когда люди вступают в секс без любви, они также испытывают удовольствие. Слово «удовольствие». Вы уже взрослые люди, я буду с вами говорить, как со взрослыми. Подросткам я, конечно, о таком не говорю. Так вот, слово «удовольствие» состоит из двух частей. Уду и воля. Уда — это мужской фаллос, воля мужского фаллоса. Это и есть удовольствие. То есть мужчина, который всю жизнь, в течение жизни стремится удовлетворять свои сексуальные потребности, испытывая удовольствие, разрушает себя. Получается удавка. Вот вам удовольствие. Это то, что люди испытывают в сексе без любви. Но чего никогда не испытают люди в сексе без любви? Они никогда не испытают вот это. Что такое радость? Это тоже древнерусское слово, которое состоит из двух частей. Это «ра» застать. Кто такой «ра»? Это один из Всевышних, которого признавали наши предки. Так вот, «ра» достать можно только в одном состоянии. В состоянии высокой настоящей любви. И когда в начале лекции я вам говорила о том, что когда люди возбуждают в себе сексуальную энергию в состоянии высокой любви, то любовью и сексуальная энергия возносятся в высшей божественной сфере. И люди постигают радость, они достают «ра». Это наикрочайший путь познания богов. И об этом знали наши предки. И потому в половой контакт вступали только в состояние высокой любви. Все остальные другие случаи ведут к разрушению человека. Радость, в народе говорят, это особая мудрость. Это не хихи, не хаха, подружились, повеселились. Нет. Радость — это очень глубокое чувство. Это второе чувство после любви. И каждому из вас, рождённому на этой территории, дано постичь это чувство. Но не каждый способен к нему приблизиться. Народ, на нашей территории у русов было много богов. Но превыше всех богов наши предки признавали Всевышнюю, Матерь всех богов, имя которой мудро. Именно наша женщина несёт в этот мир свет и красоту, любовь и красоту. Продолжение следует... Продолжение следует...